МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мешке лежал труп человека, сложенный самым невероятным образом. Уже через час на стол старшего оперуполномоченного лег секретный документ. Он стал первой страницей в папке с пометкой «Дело упаковщика». Газеты столицы наперебой публикуют новости. Весть о страшной находке, упакованной в мешок, мигом облетает город. Люди всерьез напуганы. Уж слишком необычно действует убийца. Терые мешки, в чём все они были одинаковые, с упакованными внутрь людьми. Это были трупы, которые были связаны совершенно определенным образом. То есть почерк убийцы прослеживался от одного случая к другому. Эти трупы были обнажены, и к туловищу были привязаны руки и ноги. Получался вот такой бесформенный куль. И Москва очень быстро пришла в такое состояние ужаса. Ужас усиливается слухами. У ларьков и в торговых рядах судачат только об одном. У милиции нет никаких версий. И загадочный убийца не пойман. Спустя несколько дней столицу охватывает настоящая паника. У реки найден ещё один труп, упакованный в мешок. И подобно первой жертве, связанной по рукам и ногам. Начались разговоры о таинственном маньяке, который может стать настоящим проклятием этого города. Больше всего обыватели хотели знать, кто этот человек, способный держать в страхе население столицы. Почему он убивает и когда остановится. Совершивших подобные деяния принято называть маньяками. Их отличия в нестандартном мышлении. Свою жизнь они начинают благополучными людьми. Но в какой-то момент неведомая сила толкает их на кровавые преступления. Эксперты считают, что срабатывает программа убийства, заложена ещё при рождении. Чтобы спасти жизни их потенциальным жертвам, учёные и криминалисты стараются разгадать коды потрошителей. Полиция безуспешно ищет маньяка. На его счету десятки жертв, которых он забивает насмерть железным прутом. Он имён, красив, обаятелен. Вот всё, что о нём известно. В ходе поисков задержано более тысячи человек. Проверяются документы у всех, кто вызывает малейшее подозрение. Но в течение года поймать преступника не удаётся. В то утро полицейские патрули останавливают автомобиль за превышение скорости. При досмотре салона в багажнике находят верёвку, леску и железный прут. Водителя задерживают на несколько часов, но на свободу уже не отпускают. Так, благодаря чистой случайности, был пойман самый знаменитый маньяк в истории Америки – Тед Банди. Расследование показало – на его счету 28 убитых женщин. Примерно столько же эпизодов остаются недоказанными. Слушание по делу Банди длится 11 лет. Профессиональный юрист, он умело защищает себя на суде. Демонстрирует присутствующим интеллект обаяния. В этом Банди преуспевает. Поклонницы забрасывают подозреваемого письмами с признаниями в любви. Их не останавливает, что газеты называют его садистом, зверем, маньяком. Но познакомиться с кумиром ни одной из них, к счастью, не удаётся. В 89-м году Тед Банди казнён. Возникновение вот этих маньяков подобно прорастанию зубов дракона, которые вот посеяны какой-то рукой, да, злой. Вот. И они есть у многих людей, эти, как бы, такие зубья, но прорастают у некоторых. И вот если уж его поймали, то его надо изолировать без права помилования. Потому что когда он его расстреливает или там умирает, то, мне кажется, в этот момент где-то прорастает очередной зуб дракона, и появляется новый маньяк. В 70-х годах Соединённые Штаты захлёстывает волна серийных убийств. Создаётся специальный отдел при ФБР. Но эта мера не приносит результата. С тех пор и по сей день Америка занимает первое место в мире по числу маньяков. За последние 100 лет в этой стране приговорены к наказанию 86 серийных убийц. На втором месте Англия, 28 человек. Третье место делят Австралия и Германия. Количество преступлений, совершённых именно маньяками, вне зависимости от страны, от времени, от условий, примерно одинаково. Это порядка около 10% от общего количества убийств. В СССР о серийных убийцах открыто заговорили тогда же, в середине 70-х. В среднем на них заводилось 27 уголовных дел в год. К 2002 число выросло почти в 10 раз. Через год достигло 350. Чтобы исключить панику среди населения, в 2003 году правоохранительными органами были приняты срочные меры. Статистика, касающаяся маньяков, была засекречена. Сегодня очевидно, что по числу серийных убийств в России занимает не последнее место. Казалось бы, в этом нет ничего необычного. В стране с большим числом населения совершается больше преступлений. То же касается и Соединённых Штатов. Но чем тогда объяснить, что по числу серийных убийц с ними конкурируют Германия и Англия, с меньшим числом населения? Удивительно, но именно мировая статистика побудила учёных проверить, может ли число серийных убийств зависеть от географических особенностей. Это место на карте внезапно приобретает дурную славу. У всех на устах название – Ростов, Таганрог, Шахты. В течение короткого времени один за другим здесь появляется 37 серийных убийц. Имена некоторых из них войдут в мировую историю криминалистики. Это подъезд, в котором проживал Андрей Романович Чикатило. Проживал он на втором этаже, квартира 68. Вот это крыло, вот они, его окна. Вот это окно, второе и третье. Вот эти окна – это его. Следователь Амурхан Яндеев вёл дела многих серийных убийц. На его счету арест самых опасных отечественных маньяков – Андрея Чикатило и Владимира Муханкина. Эти преступники, как и десятки других, оказались местными. Наибольшее число злодеяний они совершили поблизости от трёх небольших городков. В начале 90-х исследователи объединили территорию смерти крылатым термином – «Ростовский треугольник». Тогда же вышли в свет публикации о том, что именно здесь появляется на свет больше всего маньяка. Но руководствуясь собственным профессиональным опытом, следователь Яндеев готов оспорить состоятельность этой теории. Мне, честно говоря, трудно согласиться с этим. Ведь по всей стране есть такие преступления. Вы знаете, взять вот другие регионы, вот там, в Глухомане, что там преступлений нет. Моё мнение, что, допустим, вот серийные все эти преступления, вот жертвы, обнаружат, как правило, поздно, когда уже труп практически скелетирован. И вот по скелету установить, что там имеет место криминальный характер, трудно. И вот получается отказной материал, а их, может быть, там масса таких жертв. И поэтому, я думаю, что не потому, что здесь какой-то треугольник, говорят, есть, разломы какие-то. Я думаю, что не по этой причине. В 60-х годах прошлого века американские учёные начали исследовать природу серийных убийц. Они пришли к выводу. Склонность к агрессии, которая впоследствии сделает человека маньяком, формируется у плода ещё в утробе матери. С помощью простого анализа выявить её можно в первые дни жизни ребёнка. Но как поступать с таким младенцем дальше, никто не знал. Медики и юристы немедленно начали спор. Первые утверждали, что открытие заслуживает внимания. Вторые требовали свернуть проект как антигуманный и нарушающий права человека. К единому мнению специалисты так и не пришли. Споры постепенно утихли и больше не возобновлялись. Вместо этого в научном мире заговорили о возможности наследственного фактора. Да нет. Это не генетическое заболевание, не наследственное заболевание. И говорить о том, что есть какой-то ген, на сегодня это не изучено и не выявлено. Что есть ген маньячества. Поэтому сказать, что человек рождается маньяком, так невозможно. Исследователи в области дерматоглифики утверждают обратное. Они считают, что так называемая программа убийства закладывается именно при рождении и фиксируется природой на теле человека. Например, определить ее наличие можно по отпечаткам рук и ног. Что касается рук, то действительно, обследованные мной около 40 человек, группа серийных убийц, так называемого третьего типа, то есть это, говоря медицинским языком, это психопаты. То есть люди, обладающие определенными, не грубыми, но достаточно константными, то есть достаточно постоянными особенностями психики. Она обладает и рядом сходных признаков в дерматоглифической картине. Все узоры на человеческих руках делятся на три типа. Дуги, петли и завитки. Исследователи утверждают, что их наличие или отсутствие, переплетение и расположение на ладони могут поведать и человеке многое. Дуга – самый простой и самый редкий тип узора. Петля – средний по сложности и самый частый тип узора. Сложность определяется тем, что имеет место такой параметр, как дельта. Место, где гребешки расходятся в три стороны. Петля всегда имеет одну дельту. Дуга не имеет ни одной дельты. Завитки, как я сказал, напоминают, как будто кинули камешек на поверхность воды, и круги расходятся. И здесь всегда присутствуют две дельты. Вот три типа узора. Через их игольное ушко проходит вся человеческая индивидуальность. У большинства людей линии на обеих ладонях расположены симметрично. На левой и правой руках они практически повторяют друг друга. Это отпечаток ладони маньяка Андрея Чикатило. Узоры линии на руке расположены вопреки сложившемуся мнению. У Чикатило были петли и завитки. Дуг не было. Но вообще все три типа узора встречаются редко. Вот. Они, как правило, эти узоры располагаются на пальцах симметрично. У него они располагались асимметрично, причем асимметрия, асимметрия и рознь. У него был самый редкий тип асимметрии, который только могла быть. И все же специалисты в области дерматоглифики не скрывают, что наблюдать подобную картину на практике им приходилось не единожды. Человек с асимметрией линии руки вовсе не обязательно станет маньяком. Подобный рисунок на ладонях говорит о том, что данная личность обладает ранимой, неустойчивой психикой. Такие люди обычно не склонны останавливаться на пути к достижению цели. Вот они делают это с маниакальным упорством. Вот с таким, с каким Чикатило выходил, так сказать, ночью с ножом, так сказать, в лесополосу, так сказать, вот с таким же упорством они все деньги, все свои силы, все свое время кладут на какое-то общественно полезное дело. Ну, например, так сказать, от нуля организовать музей какой-то. Несколько моих знакомых организаторов музейного дела, они обладают точно такой же драматографической картиной, как Андрей Романович Чикатило. Результаты исследований показали. Узоры на руках непременно указывают на некую предрасположенность от рождения. Но как сложится жизнь человека в дальнейшем, будет зависеть от многих обстоятельств. Исследуя природу в серийных убийств, ученые-астрологи разделяют это мнение. Маньяками рождаются, но не все становятся. Становятся только те, которые попадают в определенную какую-то резонансную частоту, или когда происходит нечто, что включает эту программу. То есть вообще человек – это программа, любой человек – это программа. Она закладывается в момент рождения человека. И эта программа состоит из определенного алгоритма действий, событий в его жизни. События на территории печально известного ростовского треугольника дали пищу для размышлений не только криминалистам. Медики и психологи провели исследования, которые подтвердили. Склонность к серийным убийствам действительно формируется в человеке буквально до рождения. Вот только генетика здесь ни при чем. Это влияние вредных факторов на мозг. То есть мы выявляли тяжелые беременности, огромное количество вредных факторов, действующих не температура, а именно тяжелые факторы, вредные факторы, химические вредности, пестициды и так далее. То есть вот тяжелое протекание беременности, тяжелые травматичные, тяжелые роды. Да, это мы выявляем. Практически у всех матерей неблагополучно протекала как беременность, так и роды. Ярким примером специалисты считают появление на свет будущего маньяка Муханкина. Он оказался нежеланным еще до рождения. Отец будущего преступника ушел из семьи, бросив беременную жену. На консультации к медикам женщина не ходила. Вместо этого пыталась избавиться от плода с помощью разных препаратов, которые принимала по рекомендации соседки. В сельской местности мать-одиночка, это как считается отрицательное состояние. И она, естественно, пыталась всячески избавиться от ребенка. Хотела как-то наладить свою жизнь уже по-другому. Но у нее это не получилось. Плод развивался, и вся эта негативная вот эта вот ситуация, она передавалась, естественно, плоду. Изучая биографию Муханкина, психологи пришли к выводу. Негативные эмоции матери и воздействие опасных препаратов привели к патологии плода. Появившийся на свет ребенок только внешне выглядел здоровым. На самом деле у него, несомненно, имелись нарушения психики. Но мать не спешила показывать сына врачам. До его будущего и не было никакого дела. Позже обиду на свою разбитую судьбу женщина выместит на сыне. И тем самым только усугубит ситуацию. Самое яркое воспоминание детства для Владимира Муханкина, это бесконечная череда унижений, которым подвергала его мать. Муханкин в своих воспоминаниях, он там и говорит о том, что мать постоянно надо мной издевалась, ставила в угол, на угли ставила. И постоянно я понимал, что я являюсь для нее абузой в ее несложившейся жизни. После этого она говорит, что за одного вышла замуж, потом за вторым сошлась, потом с третьим. Вот поэтому он считает, что именно поэтому. Изучая биографии серийных убийц, следователь Амурхан Яндеев выявил закономерность. Практически все будущие маньяки – выходцы из неблагополучных семей. В детстве подвергались регулярным унижениям со стороны родственников, были уверены в собственной ненужности и неполноценности. Будущих преступников отличала нездоровая психика и масса комплексов, навязанных родителями. Понимаете, вот анализ серийных убийц, через мои руки прошли не руки, а через меня прошло много их. Я пришел к выводу о том, что на них влияет в основном эта социальная среда. Там, где есть культ семьи, как правило, серийных убийц, маньяков не будет. В том числе и у нас в России. Если там муж с женой живут, ладно, мирно, красиво, хорошо живут, естественно, у них не будет. Годы спустя личность маньяка Владимира Муханкина станет предметом изучения для психологов и криминалистов. Многие его личные качества будут казаться несовместимыми. Например, шокирует склонность преступника к поэзии. Во время следствия Муханкин напишет 18 тетрадей стихов, многие о собственной судьбе. Но будут среди них и строки, посвященные любви к женщине. Только вы всегда стремитесь к миру. Только вы так терпеливо ждете. Только вы так любите безмерно. Только вы рождение даете. Но во время следственного эксперимента станет ясно. Муханкин не сентиментален. Он откровенно расскажет, как убивал, в том числе детей и женщин. В течение которого час вы все это сделали? Сколько времени вам понадобилось на убийство? Может час. Может чуть больше, может чуть меньше. Воры, мошенники, налетчики. Буквально наводнили город. Но гораздо больше москвичей волнует таинственный убийца за особый преступный почерк, прозванный упаковщиком. Несмотря на усилия милиции, маньяк до сих пор не пойман. Нахождение вот этих следов, этих страшных убийств не прекращались. И хотя была поднята вся милиция на ноги, но преступника так не удавалось найти. И вот по всему было видно, что преступник очень хладнокровен, расчетлив. И он практически не оставлял следов. То есть долгое время невозможно было выйти на хотя бы каких-то потенциальных подозреваемых. Наконец, в деле упаковщика появились первые улики. Из отчета экспертов следовало, что при осмотре на дне мешка были найдены зернышки овса. Их было всего три. Плотно спрессованные между собой, они прилипли к мешку изнутри. У экспертов не оставалось сомнений, что сравнительно недавно он был полным. В нем хранилось зерно, причем явно в течение долгого времени. Вот это дало толчок к поиску уже тех лиц, которые потенциально могли бы как-то быть причастны к этому преступлению. То есть это стало толчком для того, чтобы искать людей, которые так или иначе связаны с зерном. Найденные мешки были стандартными и абсолютно одинаковыми. Значит, таких мешков у убийцы много. Но зачем они ему и где он их берет? Оперативники сошлись на версии. Эти факты указывают на определенную профессиональную деятельность. Предстояло узнать, кто скрывается под маской Зувера. Лавочник, торгующий фуражом? Мельник? А может быть, пекарь? Как и большинство москвичей, в те дни Василий Комаров слушал рассказы о таинственном убийце. Мысли вызывали у него легкую смешку. Да и как же относиться еще к тому, что всем миром ищут одного единственного человека, а результатов ноль. И вот что удивительно, если его арестуют, то пусть и невольно прославят на всю Москву. Комаров представлял, как посмотреть на убийцу сбегутся следователи Мура, а вслед за ними любопытные журналисты и писатели. О маньяке расскажут все газеты, а люди запомнят надолго. С тайной завистью в душе Комаров понуро шагал в сторону дома. Незначительное событие вызывает большую шумиху в прессе. Предметом жарких споров становится настенный календарь, выпущенный к Новому году художником Николасом Кло. Он сам разработал дизайн, выполнив картинки в живописной манере. На страницах календаря Кло изобразил портреты знаменитых маньяков разных стран и времен. Художник не скрывал, что считает убийцы насильников выдающимися людьми. По словам живописца, такие личности не должны предаваться забвению. Сторонники правосудия потребовали немедленно уничтожить творение Кло как предмет, поправший мораль государства. Но реакция парижана казалась неожиданной. Календарь буквально смели с прилавков прежде, чем стихли споры на тему морали. Оказалось, что интерес покупателей подогревала личность самого художника. Николас Кло – известный каннибал и некрофил, отбывший за дверские убийства в 12 лет в застенках тюрьмы. Работая над дизайном календаря, Кло не забывал и о себе. Автопортрет он поместил на странице за декабрь месяц. Позже поступок Николаса Кло психиатры прокомментировали как вполне ожидаемый. Большинство маньяков признавались на следствии, что всегда мечтали обратить на себя внимание и даже прославиться. Если говорить о маньяках, то в целом это люди, которые хотят доказать всему обществу, что они соответствуют по социальным показателям, по значимости своей, а на самом деле это глубоко переживающие, фрустрирующие субъекты по поводу своей неполноценности. И тут получается такое раздвоение личности. Пытаясь отгадать коды потрошителя, психиатры пришли к выводу. Часто маньяк скрывается под личиной неприметного человека. Долгое время никто не догадывается, что второе «я» диктует ему свои условия. Желание прославиться, заявить о себе любой ценой, чаще всего самый дорогой. Обыск дому у подозреваемого Александра Пичушкина подвергает шок оперативную группу. Шахматная доска с водочными пробками служила маньяку своеобразным календарем смерти. Здесь Пичушкин разыгрывал человеческие жизни. Очередная жертва отмечалась мелким предметом на свободной клеточке. Его убийца приносил обязательно с места преступления. Сотрудники милиции не рассчитывали на раскаяние. Уже во время обыска Пичушкин заявлял, что является сверхчеловеком, которого запомнят надолго. Подобное поведение демонстрировал в свое время и Владимир Муханкин. Оба действовали по собственной программе, в которой планировалась смерть строго определенного числа людей. Дело в том, что у этих серийных убийц, маньяков, у них есть тяга к этому. Вот они рекорды. Это же антирекорд, в общем-то. Они тянутся к этому. Муханкин сидел, отбывая наказание. Он полагал, что будет совершать убийство. Столько. У него был список 36 человек. Это официально уже запланированных, которые он собирался убить. И потом увеличить дальше это количество, чтобы оно превысило то количество, которое совершил Чикатило. Битцевский маньяк тоже самое. Должен быть пример для этого подражания. Отрицательное подражание. Таким примером у них явился Чикатило. Андрей Чикатило погубил в свое время 53 человека. И еще три эпизода не были доказаны следствием. Все эти факты сделали имя маньяка буквально нарицательным. О нем писали газеты и книги. Информация легла в основу сотен научных диссертаций. Позже Александр Пичушкин признается, что втайне завидовал этому. И считал, что способен на большее. Битцевский маньяк намеревался уничтожить 64 человека по числу клеток на шахматной доске. Такова была его собственная программа убийства. Современные исследователи утверждают, подобная программа есть у каждого маньяка. И ее особенности обязательно находят отражение не только в судьбе, но и во внешнем облике человека. Вполне возможно, что именно они и являются ключом к так называемым кодам потрошителя. Предметом обсуждения общественности становится научный труд, опубликованный итальянским психиатром и криминалистом Чезаре Ламброзо. Кстати, это человек, который сам отсидел в тюрьме. Вот это очень важно. И всю оставшуюся жизнь, по-видимому, тюрьма его так напугала, всю оставшуюся жизнь он разрабатывал критерии выявления прирожденных преступников. Сейчас они выглядят чрезвычайно наивно. Низкий скошенный лоб, глубоко посаженные глаза, оттопыренные уши, редкие зубы и так далее. Часть из них, как врач, я могу сказать, часть из них это стигмы, которые действительно ослабляют адаптацию человека. Исследуя психологические портреты преступников, Ламброзо вывел их классификацию, условно разделив на четыре группы. Преступники по страсти, случайные, душевно больные и прирожденные. Последних, по мнению ученого, можно вычислить задолго до того, как сработает заложенная в них программа убийства. Для этого Ламброзо предлагал воспользоваться их антропометрическими данными. Исследователь утверждал, что замерив и тщательно высчитав соотношение пропорций лица, можно определить, является ли данный индивид потенциальным убийцей. Но даже если результат исследования даст утвердительный ответ, это еще не означает, что такой человек обязательно станет убивать. Стоит лишь учитывать, что он может пойти на это при определенных обстоятельствах. Эта часть теории Ламброзо потерпела крах. Но назвав ее несостоятельной, скептики явно поторопились. Доктор психологических наук Борис Хикер не во всем согласен с Ламброзо, но уверен, что физиогномика заслуживает пристального внимания исследователей. Именно Ламброзо описал нескольких преступников, насильников в тот же момент, что у них маленькие ушки. Но это всего несколько человек. А я беру массу людей, то есть много людей. И тут, мне кажется, наша наука, психология, не еще развита. Потому что физиогномику не преподают, кстати, в Академии МВД. А это очень важно для будущих милиционеров. Ну, следователи с годами это начинают понимать. Физиогномику психолог Борис Хикер изучает давно и в своей правоте неоднократно убеждался на практике. С его помощью несколько лет назад сотрудники милиции города Подольска разыскали опасного преступника. Его фоторобот ученый увидел на странице газеты и сразу же засомневался, портрет составлен не точно. Тогда психолог предложил свою помощь следствию. Когда я увидел, что в газете было интервью и дали портрет этого человека, то я сразу понял, что по ответу люди неправильно как-то его нарисовали, художники. Оперативным сотрудникам милиции ученый объяснил, у подобного преступника не может быть высокого лба. Широкая нижняя челюсть на портрете также не соответствует образу. У преступников такого как бы направления убийц жестокости не бывает по внешним данным. Этим занимался еще ученые, которые разбирались именно в преступниках. И по моему рисунку сразу совершенно быстро его нашли. Борис Хигер утверждает, зная характер преступлений, можно не просто обрисовать тип внешности человека, но и составить его психологический портрет. И даже определить, из какой он социальной среды, чем занимается, кем может быть по профессии. Например, ученый уверен, что маньяки-педофилы обычно относятся к одному и тому же психологическому типу. Педофилы вообще, люди внешне очень обаятельные, очень уравновешенные, и хорошо ходят, одеваются, но их нарушение в какой-то степени, и вот то, что они не могут достигнуть своего, они превращаются в педофилов, они насилуют, или которые занимаются порнографическими, они очень интеллигентны внести, очень спокойно говорят. В суде слушается дело сразу трех растлителей малолетних. В зал допущены только судья, прокурор, адвокаты. Охрана проинструктирована. Не пускать в здание ни одного лишнего человека. Если в зал ворвется толпа с улицы, люди ученят расправу над педофилами. В общей сложности было вменено 126 эпизодов преступной деятельности, ну, то есть вот поэтому количеству и определяемся, что 126, хотя на самом деле, конечно, пострадало, я думаю, от действий этих лиц гораздо больше, но в результате вот нашей тяжелой, кропотливой работы нами было установлено от 126 детей. Жители Железногорска, Эдуард Ярошенко, Геннадий Царев и Игорь Акульчик в течение 7 лет совращали и насиловали мальчиков в возрасте до 14 лет. Действовали безнаказанно. Для утех выбирали детей из неблагополучных семей. Их никто не разыскивал и не стремился защищать. Маньяки снимали издевательства на видео. Порно-ролики распространяли в интернете, а фотографии выгодно сбывали себе подобным. Так продолжалось несколько лет. Со временем преступники потеряли осторожность. Их задержали, когда в отделение обратились родители пятерых пропавших мальчиков. По данному факту стали проводить проверку в милиции. То есть от детей с трудом удалось узнать, что они проводили время с некими дядями Игорем и Вовой. Показали, где живет один из фигурантов. Это был Акульчик Игорь Владимирович. Его буквально сразу задержали, провели у него обыск. И вот, в принципе, как-то с этого момента потом уже началось полномасштабное расследование. Во время обыска на квартирах подозреваемых оперативные сотрудники обнаружили сотни кассет детской порнографии и множество фото. На всех сюжеты схожего содержания. Плачущие, изнасилованные дети. Лишь в ходе следствия всплыли шокирующие обстоятельства. Оказывается, родственница одного из педофилов не раз обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина утверждала, что ее племянник Эдуард Ярошенко – маньяк, который совращает детей. Сам факт, что с такими наклонностями он работает учителем в школе, казался ей чудовищным. Но, несмотря на ее заявление, меры приняты не были. Более того, на Капитолину Нарушевич коллеги племянника подали в суд за клевету. Но решительную женщину это не остановило. Вокруг школы, где работал маньяк, она расклеила предупреждение. Содержание было такое. Внимание родители. Не отпускайте ни в какие поездки своих сыновей. С учителем истории школы номер 100 Ярошенко Эдуард Геннадьевич. Он гомосексуалист. И написала там... Пришлось мне сбоку написать «педофил по призванию». У преступников были семьи и собственные дети. Свои наклонности маньяки умело скрывали под маской благополучия. И слыл хорошим мужем и отцом. На суде тетя учителя-педофила не скрывала, что преступление племянника – следствие давней психологической травмы. В свое время ее нанесла Эдику родная мать. Она сама лесбиянка была. И она его с годовалого возраста сделала гомосексуалистом, а потом педофилом. Она до последнего дня с ним спала всю жизнь. Со своим сыном. В деле красноярских маньяков фигурировало более двух сотен эпизодов. Но доказать удалось лишь половину из них. Следствием было установлено – многие дети, в отношении которых маньяки совершили развратные действия, пропали без вести. Суд без промедлений вынес приговор учителям-педофилам. Организатор Акульчик получил максимальный срок – 15 лет. Фотограф Царев – 9 лет. Учитель Ярошенко был приговорен к 10 годам лишения свободы. Но следователь опасается, что дело красноярских маньяков не ограничится 18 томами уголовных дел. У истории будет продолжение. Я потом общалась с детьми, которые говорили, что я с ним познакомился в 12 лет, например, с этим Акульчиком. Сейчас ему 16. То есть он откровенно стал уже лицом этой ориентации нетрадиционной, по внешнему виду и по всему. На мои вопросы о том, что нет ли у него сожаления, что он же тебе жизнь поломал. Он как-то так спокойно сказал, ну, да нет, наверное, как сложилось, так и сложилось. После суда прошел уже год. Соседи осужденных маньяков рассказывают, что подростки самостоятельно разыскивают своих мучителей. Но движутыми вовсе не месть и обида. Образ поведения, навязанный им маньяками, теперь стал для них образом жизни. Мне кажется, ни один из них нормальный мужчина уже не станет. Ну вот, вот таким вот образом. То есть поломанные, совершенно поломанные детские судьбы. И опять же, как бы можно сказать, что лет через 10-15 у кого уже кто-то из них у нас выйдет на тропу совершения таких же преступлений. Вот что самое страшное. Таинственного убийцу, прозванного упаковщиком, ищет вся милиция столицы. Получив строгие инструкции, секретные агенты дежурили на рынках, присматриваясь к торговцам зерном. Но таких лавок в Москве были сотни. И все-таки общение с лавочниками оказалось не напрасным. Они подсказали, что подобный товар впрок покупают извозчики. Версия позволяла значительно сузить круг подозреваемых. Но вскоре произошло очередное убийство. Обнаружили труп, у которого руки были связаны детской пеленкой. Почему пеленкой со следами владенческими? И появилась версия, что у этого человека маленький ребенок. Так под подозрение муровцев попали все легковые извозчики, семейные, у которых есть дети. Дежурные оперативники отрапортовали о новой находке. Сложенную в четверо записку сыщикам доставил один из агентов, в тот день дежуривший на рынке. Он рассказал, что нашел ее на земле. Плачок бумаги явно выпал у кого-то из кармана. По одной из версий, на конном рынке нашли записку, которую обронил один из тех людей, которые потом исчезли. И по этому адресу милиционеры организовали рейд. Якобы рейд по борьбе с самогоноварением, для того, чтобы не вызывать подозрений. Теперь у оперативников появилась возможность отправиться прямо в дом к главному подозреваемому. Адрес был указан в записке. Таинственный продавец проживал в районе Шаболовки. Василий собирался уходить. Предстояло еще кое-что закончить. Он подошел к двери, и в этот момент с улицы постучали. Откройте, милиция! Рейд по борьбе с самогоноварением. Медлить было нельзя. Василий бросился в сторону окна, и через минуту уже мчался по улице. Он слышал, что его преследовали, и знал почему. Труп в мешке из-под зерна, который лежал в кладовке, он так и не успел спрятать. Ну, уйти он далеко не успел, потому что уже были отслежены все его связи, и на следующий день его нашли. Он не стал отрицать преступления, которые он совершал. На протяжении многих столетий природа серийных убийств изучалась в разных направлениях. Например, астрологи считают, что судьба каждого человека зависит от взаимодействия небесных тел. И эта система ведет по жизни не только убийцу, но и его потенциальную жертву. В каждом из них заложена своя программа. Часто именно от расположения звезд зависит, чем закончится их встреча. В тот день Татьяна Устюгова отправилась из Ростова домой. Предстояло ехать электричкой несколько часов. Девушка купила билет и удобно устроилась возле окна. У меня были какие-то проблемы и по учебе, и в личной жизни. Я была расстроена тогда, еще и воду в общаге отключили, не помыться, не искупаться. И ко мне подсел мужчина, достаточно приятной внешности, лет 40-45, как я тогда считала. И спросил меня, говорит, что ты такая грустная детка. Завязалась беседа. Узнав, что у девушки неприятности, случайный попутчик начал ее успокаивать. Он был убедителен и говорил, что все плохое когда-нибудь закончится. Нужно взять себя в руки и переждать черную полосу. Просто мне понравился его голос. Такой мягкий, такой вкраченный, знаете, как обволакивающий. И когда он узнал, что я еду домой, он говорит, а зачем к маме домой? Ну и давай сейчас, говорит, выйдем вот здесь, вот через посадку пройдем. Там у моего приятеля дача, там пруд, у него сад огромный, там отдохнем, искупаемся. Я его слушаю, уже, в принципе, готова на эту дачу. И все, кто-то соображает, у меня же купальник где-то. Он говорит, ну, детка, это же деревня. Зачем купальник? Мы и так искупаемся. Ни о чем плохом Татьяна не думала. И уже готова была согласиться на его предложение. Развлекая девушку разговорами, попутчик рассказал ей анекдот. Неожиданно пошлое и неприятное. Что-то про пляж. В этот момент Татьяна посмотрела в окно и увидела загорающих людей. Такое совпадение она посчитала не случайным. Внезапно к своему новому знакомому она испытала острый приступ отвращения. На все уговоры Татьяна ответила резким отказом. Настаивать на совместной прогулке попутчик не стал. Он как-то подобрался здесь, оставил вещи. Я говорю, пойду другу поищу, посиди за вещами. И пока я не доехал до своей остановки, он так за вещами не пришел. Я не знаю, может электричка шла дальше, может он там пришел, взял эти вещи. Инцидент в электричке быстро позабылся. Но спустя годы ситуация мгновенно всплыла в памяти, когда в одной из телепередач на экране крупным планом показали лицо давнего попутчика. Татьяна сразу узнала его. Это был Андрей Чикатило. Я подумала, Господи, от какой беды ты меня тогда отвел? И спасибо тем людям, которые купались на пляже, и тому анекдоту, который выявил меня из ступора. Изучив ситуацию, астролог составил специальный гороскоп. Он подтвердил, что встреча Татьяны с маньяком в тот день была не случайной. Анализ гороскопа Татьяны Анатольевны и сопоставление с гороскопом Чикатило выявил удивительные вещи. Совпадение по многим позициям просто идеальное. Это подтверждает мою теорию о том, что маньяк и жертва встречаются не случайно. Они вместе связаны и общей судьбой, и прошлым, и, возможно, какой-то общей кармической задачей. Астролог утверждает, в тот день в гороскопе Татьяны и серийного убийцы положения Марса и Нептуна совпадают с точностью до градуса. Различны лишь знаки зодиака. Но, несмотря на это, четко прослеживается некая кармическая связь этих людей. Более того, южный узел Татьяны Анатольевны точно попадает на Черную Луну и Луну Чикатило. Черная Луна – это счетчик негативной черной кармы, негативных дел и поступков. Так как это попадание говорит о том, что в прошлой жизни они были завязаны на какие-то, в общем-то, неблагоприятные, негативные дела, и они принадлежали к родственникам, может быть, даже были мужем и женой. Астролог Павел Сверидов не сомневается. Встреча Татьяны с маньяком могла бы закончиться трагедией. Но в тот день женщине помогли звезды. Однако в гороскопе у Татьяны Анатольевны есть очень сильное положение Луны. Она формирует конфигурацию под названием «щит судьбы». И вот этот «щит судьбы» словно защитил ее от влияния таких гипнотических чар Чикатило, которым он умело пользовался. И она нашла в себе силы встать и уйти. Но далеко не всякая история имеет счастливый финал. Люди редко прислушиваются к своему внутреннему голосу и не доверяют интуиции. Так маньяку удается покорить жертву своим обаянием. И заслуженное возмездие настигает его слишком поздно. Такого столпотворения здание Политехнического музея не помнило за всю историю своего существования. В тот день народ со всех сторон окружил его плотной толпой. Самые любопытные собрались с самого утра. Все хотели своими глазами увидеть изувера, который несколько лет держал в страхе всю Москву. Расследование прошло очень быстро. Он показал те места, где он прятал трупы убитых людей. И надо сказать, что, конечно, если бы сотрудники милиции не обеспечили его охрану, то население, которое присутствовало при этом, расправилось с ним бы само. Потому что настолько это все было страшно. Расследование показало. Начиная с февраля 1921 года, неприметный легковой извозчик Василий Петров совершил 29 убийств. На суде он держался уверенно и охотно рассказывал о своих злодеяниях. Действовал он по привычной схеме. Отводил свою единственную лошадь на рынок, предлагал кому-нибудь по сходной цене. Дальше было совсем просто. Преступник приглашал покупателя к себе и предлагал обмыть приобретение. Поступая так, Петров знал заранее. И деньги, и лошадь останутся у него. Он незаметно подходил сзади и тяжелым молотком наносил удар по голове. И накидывал потом петлю на шею. Он постепенно, со временем, настолько отработал всю эту процедуру, что уже у него было заготовлено корыто, которое он ставил под голову жертвы и туда стекала кровь. И вот вся вот эта вот процедура, страшное убийство и связывание потом, жертва занимала у него не более чем 20 минут. Труп он помещал в мешок. Мешок оставлял до поры до времени в шкафу или в чулане. И потом вот выносил, прятал его в подвалах, в заброшенных домах, на пустырях, на набережной Москва-реки, или сбрасывал в реку. Подробности рассказа обвиняемого вызвали взрыв возмущения в зале суда. Приглашенные на процесс психиатры оказались единодушны. Свои преступления Петров совершал не только ради наживы. Причины жестокости кроются в глубинах психики этого человека. За свою жизнь подсудимый сменил много профессий. В надежде стать героем служил в Красной Армии и даже получил звание комвзвода. Но волею судьбы вместе с солдатами попал в плен к Деникину. Вполне понятно, что командира взвода расстреляли бы первым, поэтому он скрыл этот факт. Своя биография, свое назначение представился простым солдатом, назывался другой фамилией. И вообще сказал, что служит в Красной Армии по принуждению. О нем на какое-то время, видимо, забыли. Потом ему удалось сбежать. Но возвращаться потом к своим в армию он уже побоялся, потому что оставались солдаты, которые были свидетелями его предательства, и его могли бы просто расстрелять свои. Опасаясь разоблачения, он раздобыл чужие документы, по которым и проживал в последние годы. Был Василий Комаров, стал Петров. Решением суда кровавый московский маньяк был приговорен к казни. Позже Петров Комаров войдет в историю нашей страны как первый серийный маньяк-убийца. Криминалисты признаются, на самом деле подобные преступления в России совершались и до него. Об этом свидетельствуют архивные документы многолетней давности. Статистика неумолима. Серийное убийство фиксируется столько, сколько существует само человечество. Современные психиатры утверждают, очередной волны маньяков можно ожидать от поколения детей перестройки. Сейчас они вступили в зрелый возраст. Число людей с неустойчивой психикой среди них огромно. Это, скорее всего, отразится на данной проблеме и количество увеличится данных правонарушений и лиц, которые будут совершать. Так что же ожидает нас в ближайшем будущем? Прогнозы неутешительны. Эксперты уверяют, что опыт расследования серийных убийств придется вспомнить в самое ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин